Я подозреваю, что юнипусы не участники дорожного движения, они подчиняются, не подчиняются там, а их образно говоря, но они также не участники воздушного, речного, дорожного движения, а у нас в мире привыкли еще норматировать и отписывать какие-нибудь правила это движение. Будут создаваться какие-то новые нормативы движения? Да, конечно, опасно. И сразу вспомню, когда были железные дороги, конные, театр, так сказать, лошади, телеги, тележанцы, и вот так есть первые автомобили. И в Голландии выключили за то, которое просили, что если вы идете на автомобиле, и встречаете по воздуху с лошадью, то что лошадь не всплывалась, вы должны остановиться. Но если лошадь все-таки всплывалась, то вы должны выйти и закрыть теперь суток. Но если лошадь решет и стоит на ДП, вы должны забрать автомобиль и заместить его в ближайшую пустыню. Вот были такие нормативы. Но как и видим, что сейчас все наоборот в пользу автомобилей, да? И законы были, и нормативы, и так далее. Так и здесь есть нормативы, существующие для этого продукта. Но мы не собираем как-то представленного нормативы. То, что мы делаем, по большому счету, это соберевод железо, но в этом мире, так сказать. Стратом, например, геонидрус, это на самом деле разновидность трамвая. Ну, в другой родина, в другой эргономик и так далее, да? И первая структура, в том числе и рельс, это развитие железо-дороги. В этом моменте нормативов достаточно, чтобы строить то, что мы строим, и выйти из этого на рынок. А потом будут созданы свои нормативы, которые тоже технические условия, ГОСТ и так далее, и они потом приняты на шуме. Нет, просто чиновники ничего не... Я, например, к канадских чиновников привел. Не на то, что внешний чиновник не умеет. Но это и тоже будет издавать такие законы, которые будут смешены, чисто 10-20 лет. Но мы живем в то время, когда это было предварительно, и мы заранее готовы почву, чтобы таких вот не было законов, безусловно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!